Великое освобождение Мекки Он желает поговорить с пророком, но пророк его не слушает. Затем он идет к Абубакру, к Умару, а затем к Али, ради Аллаху Анхум, чтобы они поговорили с пророком, но они отказывают ему в этом. Пророк обращается с мольбой к Аллаху об ослеплении курайшитов, чтобы они не узнали о том, что он выходит в поход против них. И Аллах Всевышний ответил на его мольбу. Пророк с 10-тысячным войском направился в сторону Мекки. На этом пути пророку из Мекки прибыл его дядя Аль-Аббас бин Абдуль-Муталиб, который незадолго до этого принял ислам. Одним из высказаний пророка во время завоевания Мекки было «Кто войдет в дом Абу-Суфьяна, тот будет в безопасности. Кто укроется в мечети Аль-Харам, тот будет в безопасности. Кто закроет за собой дверь и останется дома, тот будет в безопасности». При вхождении в Мекку пророк салаллаху алейху ассалям сражался только с теми, которые сами начинали сражение против него и с теми, которые причинили страдания ему самому и мусульманам, объявив их кровь дозволенной. Когда пророк салаллаху алейху ассалям вошел в Мекку, он совершил обход вокруг Кабы, не будучи в состоянии ихрама. Затем он позвал Усмана бин Тальху, взял у него ключи Кабы, разбил все идолы, которые были внутри и снаружи, и затем вернул ключи обратно Усману бин Тальхе. После завоевания Мекки в ислам стали входить много людей. Целые племена приходили к пророку салаллаху алейху ассалям и принимали ислам. Разрушение идолов После того, как Аллах открыл Мекку своему пророку, он салаллаху алейху ассалям отправил своих сподвижников разбить и разрушить идолы, которые были в окрестностях Мекки. Амур бин Аль-Ас ради Аллаху Анху был отправлен для разрушения Сула. Саад бин Зайд ради Аллаху Анху был отправлен для разрушения Манат. Халид бин Аль-Валид ради Аллаху Анху был отправлен для разрушения Аль-Узза. Ат-Туфаль ради Аллаху Анху был отправлен для разрушения Зуль-Кафаин. А Али, ради Аллаху Анху, был отправлен для разрушения идола Тай. Битва при Хунайне Когда племя Хавазин услышало о завоевании Мекки, они выступили против посланника Аллаха, взяв с собой свое имущество, женщин и детей. Посланник Аллаха выступил против них с 12 тысячами воинов. Некоторых мусульман восхищала многочисленность такого войска, пока они не достигли долины Хунайн. Воины Хавазин напали на мусульман неожиданно и сплоченно, что многие воины-мусульмане от страха разбежались от пророка, рядом с которым оставалась лишь небольшая группа из числа мухаджиров и членов его семейства. Затем Аллах укрепил верующих и собрал у пророка. Верующие стали сражаться рядом с пророком, и вскоре Аллах даровал им победу над врагом. После поражения племя Хавазин убежало в Таиф. Затем пророку пришли 14 человек, принявших ислам, из племени Хавазин и попросили пророка, чтобы он отпустил захваченных в сражениях их родственников. Пророк отпустил их пленных, и так же поступили и другие люди. После того, как пророк разобрался с племенем Хавазин, он решил выступить с походом на Таиф. Пророк достиг Таифа, осаждал крепость Таифа 18 дней и затем вернулся, не встретив непосредственного сражения. Поход на Табук В девятом году хиджри состоялся поход на Табук, поход, проходивший в трудных условиях. Он состоялся, когда стояла сильная жара, уже поспели фрукты, и людям хотелось оставаться под тенью, поэтому людям было трудно выходить на него. Когда пророк, салаллаху алейху ассалям, решился на этот поход, он призвал верующих расходовать свои средства. Усман бин Афан отдал 300 верблюдов с седлами и попонами и к этому еще добавил тысячу динаров. И пророк, салаллаху алейху ассалям, сказал, «Ничто не повредит Усману после этого дня, что бы он ни делал». Остальные же сподвижники расходовали по своим возможностям. Большинство лицемеров не вышли в этот поход. Также в поход не вышли трое праведных сподвижников, не имевших уважительную причину Кааб бин Малик, Хилаль бин Умайя и Мирарра бин Арабби. Когда пророк, салаллаху алейху ассалям, вернулся с похода, эти трое сподвижников поспешили к пророку, салаллаху алейху ассалям, чтобы извиниться, и относительно них был неспослан аят. И тем троим, которые были оставлены, сура от Тауба, аят 118. И Аллах принял покаяние этих трех сподвижников, зная их правдивость. И Аллах осудил лицемеров в этой же суре и запечатал их сердца. Эта сура также называется разоблачающей из-за того, что разоблачает лицемеров. В этом военном походе пророку, салаллаху алейху ассалям, явился правитель Айлы Иоханна бин Рауба, который заключил с ним мирный договор и выплатил джизью. Также поступили и представители Джарбы и Азруха, которые тоже выплатили ему джизью. Посланник Аллаха, салаллаху алейху ассалям, каждому из них написал грамоту. Также пророк, салаллаху алейху ассалям, заключил мирный договор с Укайдером из Думат и договорился о выплате им джизью. Пророк, салаллаху алейху ассалям, оставался в Табуке около двух недель и затем вернулся в Медину, не вступив по пути ни в одну битву. Когда он, салаллаху алейху ассалям, вернулся в Медину, Аллах повелел ему разрушить мечеть вреда, которую построили лицемеры. Всевышний сказал о те лицемеры, которые устроили мечеть для нанесения вреда верующим, для поддержания неверия, для разделения, внесения раскола среди верующих и как место засады для того, кто раньше воевал с Аллахом и его посланником. Сура от Тауба, аят 107. И он, салаллаху алейху ассалям, разрушил эту мечеть. И это было последним военным походом, в котором он, салаллаху алейху ассалям, участвовал сам лично. Прибытие делегации После похода на Табук принимает ислам племя Саккиф. Девятый год хиджры также был назван годом делегации. Много племен приходило пророку, салаллаху алейху ассалям, заявляя о своем принятии ислама. Из числа таких делегаций делегация Бану Тамим с предводителем по имени Ат-Тарид бин Хаджир Ат-Тамими. Делегация от Тай с предводителем по имени Зайд Аль-Хайль. Делегация от Абдуль-Кайс с предводителем по имени Аль-Джаруд Аль-Абди. Делегация Бану Ханифа, среди которых был и лжец Мусайлима, который впоследствии объявил себя пророком. Хадж Абу-Бакра В девятом году хиджри пророк, салаллаху алейху ассалям, отправил Абу-Бакра, ради Аллаху Анху, предводителем на хадж, и он совершил с мусульманами все необходимые обряды. Вслед за Абу-Бакром пророк, салаллаху алейху ассалям, отправил Али, ради Аллаху Анху, чтобы он прочитал людям начало суры покаяния и довел до них о том, что договора с многобожниками расторгнуты, и чтобы он объявил людям, что после этого года нельзя будет многобожникам совершать хадж и делать обход Кабы обнаженным, как это делали во времена невежества. Хадж пророка, салаллаху алейху ассалям. В десятом году хиджри посланник Аллаха, салаллаху алейху ассалям, совершил прощальный хадж. Для совершения хаджа к нему присоединились люди из различных племен и городов, и их число превысило сто тысяч. Пророк, салаллаху алейху ассалям, научил их обрядам хаджа и обратился к ним с проповедью в день Арафа, в котором прочитал им слова Аллаха Всевышнего. «Сегодня сделал я завершенным для вас ваше верование и довел до конца для вас мою благодать, и доволен я тем, что ислам является для вас верованием». Сура аль-Майда, аят 3. Он, салаллаху алейху ассалям, сообщил, что верование стало завершенным и завещал им придерживаться Кур'ана и Суны, и сделал для верующих запретными кровь, имущество и честь друг друга. И это было прощальной проповедью от него. Отправка Усамы В месяц Сафар 11 года хиджры пророк, салаллаху алейху ассалям, подготовил и отправил войско для сражения с византийцами, назначив его предводителем Усаму бин Зайда ради Аллаху Анху. Когда войско достигло местечка Аль-Джурф, до них дошла весть о том, что пророк, салаллаху алейху ассалям, заболел. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...